От шумных соседей не застрахован никто, даже звездный стилист Сергей Зверев. Сначала шоумен пытался достучаться до жильцов с помощью объявлений в подъезде. А потом попросил подписчиков в соцсетях дать совет. Как же вести себя в такой ситуации? Куда можно пожаловаться, если даже дома нет покоя? Все узнала Наталья Милехина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Что снимаем? Молодой человек, который представился журналистом, вышел из подъезда своего дома, потому что соседи пожаловались. Под окнами весь день дежурят его коллеги с других телеканалов. К нему мы еще вернемся. Именно он пролил свет на историю, так взволновавшую СМИ. А вот, собственно, инфоповод. По слухам, здесь, на улице Александра Невского, живет Сергей Зверев. Звезда, которая, как водится, в шоке. В этот раз от соседей сверху. Они сетуют Сергей, буквально извели его шумом. Я устал уже от такой вот жизни. В соцсетях Сергей просит поддержки. Мол, может, есть у кого совет. Как бороться с буйными людьми над потолком? Возле их квартиры Сергей уже оставил целую коллекцию листов А4 с просьбой вести себя потише. Почему вы с утра гремите? Невыносимо, возмущается звезда. Сколько всех можно предупреждать? Прекратите греметь. Между тем, в прессе есть заголовки, которые говорят и о другом. На самом деле шумят не соседи, а сам звездный стилист. Мы попытались разобраться, кто же все-таки зачинщик ссоры. По данным, которые публикуют в прессе, Сергей Зверев живет именно вот в этом доме, на первом этаже. Вполне вероятно, его роскошная квартира как раз здесь. И на окнах жалюзи все плотно закрыто. Впрочем, уверенности в том, что этот адрес не фейковый, у нас не было. Правда здесь Сергей Зверев живет? Да. А как он вообще не конфликтный, не конфликтный? Не конфликтный. Не конфликтный? Да. То есть соседи действительно, скорее всего, шумят и доставляют ему дискомфорт. Не стал бы он на ровном месте. Не слышим, не стопляю. Адрес проверили, точный. Но вот достучаться до Сергея оказалось сложнее. Путь к его квартире лежит через консьержа. Нет, не гордится линия, ничего. Нет. Нет, нет, нет. Нас не пустите? Звезду мы остались дожидаться на улице. И пока дежурили, посмотрели, какого уровня может достигать шум в квартире. Не напрасно ли Сергей повздорил с соседями? Итак, шепоты или, например, тиканье часов звучат с мощностью около 30 дБ. Чуть выше мощность, если мы говорим в полный голос – 40 дБ. В дневное время недопустимым уровнем шума считается 55 дБ. А ночью с 23.00 до 7 утра – 45 дБ. Ну что можно отнести к шуму? Громкую музыку, громкую ругань, строительные работы. А вот если мы говорим, например, про плач ребенка или течь воды, например, громкую, уже это отнести к шуму нельзя будет. Если лимит громкости превышается регулярно, соседи могут решить вопрос через суд. Но в том случае, почему туда еще не обращались Сергей Зверев или те, кто живет этажом выше? Свою версию озвучил журналист, который живет в том же доме и вышел к нам пообщаться. Он приезжает ночью, с ним он работает ночью, а живет днем. Соответственно, когда в обычное время все живут, ну что-то понятно, что над ним ходят. Купят прибор, который измеряет норму шума. А вот самого Сергея мы так и не дождались. Возможно, звезда настолько в шоке от внимания журналистов, что решил переночевать в другом месте. В окнах, предположительно, его квартиры так и не загорелся свет.